здравствуйте с вами снова александр и я вам расскажу сегодня о детском кресле от компании rant rant это российский бренд достаточно причем интересный бренд я бы он назвал наверное каким-то антикризисным сейчас всем нелегко времена такие сложные достаточно я имею до финансово у всех большинства людей какие-то затруднения но детей возить в автомобиле нужно в детском кресле и все мы хотим возить безопасном кресле поэтому вот сегодня расскажу вам о бюджетном сегменте категория 2323 категория от 15 килограмм до 36 килограмм кресло причем недорогое но имеет очень много интересных фишек здесь даже полноценное жесткое крепление изофикс есть и стоит но там 6 чем-то тысяч на сегодняшний день и принципе очень хорошая цена поэтому она достойна внимание за эти деньги я сегодня вам о нем расскажу кресло называется rant space с изофиксом причем с полноценным жестким нормальным изофиксом но к нему мы с вами вернемся что она себя представляет дизайн уранта вообще очень сильно похож они много используют своих креслах джинсу и эко кожу по бокам обивки а по середине материал принципе смотрится нарядненько смотрите разве не нарядненько очень даже неплохо учитывая стоимость автокресла так давайте посмотрим как им пользоваться как его крепить давайте сразу покажу как крепится ребенок группе 23 я во всех креслах это показываю но повторение мать учения если никаких обзоров не видели я вам покажу это еще раз пропускается уже ребенок крепится как взрослый человек в автомобиле вот и соответственно крепим точно же также как вы крепите себя вот с этой стороны вам видно здесь есть направляющий красного цвета и ремень проходит в него это очень важный момент он как раз таки так и называется направляющий направляет ремень там где нужно ему проходить от плеча на грудь ребенка с моей стороны я соответственно провожу там ремень потом вытянули ремень и защелкнули вот так крепится ребенок ну давайте представим что здесь сидит ребенок ремень здесь и соответственно здесь это правильное крепление кстати по поводу крепления самого кресла даже если у вас нет изофикса вы смело можете ставить кресло сажать ребенка и пристегивать все вместе сверху ремнем в плане безопасности в этой группе кресел изофикс не такую большую роль играет поэтому даже если нет изофикса но кресло нравится можете смело брать все равно цена здесь что с ним что без него невысокая вот как крепить ребенка мы с вами разобрались и как крепить кресло без изофикса тоже разобрались теперь давайте посмотрим на эту интересную систему которая здесь есть изофикс все здесь специальный барашки нажимаем он освобождается выезжает нормальный железный жесткий изофикс вообще за эти деньги удивительно вот защелкиваем и все ездим можно в принципе кресло не задвигать оставить изофикс максимально вытянутом состоянии и тем самым отодвинем нижнюю часть и дадим свободу в верхней части чтобы она могла наклониться и упереться в спинку автомобильного сиденья тем самым у нас появится какой-никакой но наклон тоже вполне себе выход как говорится комфорту ребенка много не бывает вот что касается регулировки подголовника на задней части здесь вот есть рычажок кнопка и вы заметили да что происходит она по мере роста ребенка растет еще и в ширину это очень круто за 6 копейками тысяч рублей это очень недурно такое предлагает только немецкие бренды старших моделях а здесь на тебе за такие деньги очень неплохо вот как это выглядит спереди очень много места сюда подросток даже 15 лет не поместится носит конечно сейчас переростки но это я так образно говорю все вот так это будет выглядеть поднятом состоянии очень недурно вот что касается самих материалов вот здесь посередине здесь эко-кожа я уже говорил посередине уже используется ткань да она не первого класса но стоит она не столько нормально приятно главное не раздражает ткань вот здесь тоже где тактильный ребенок будет лицом все это ощущать тоже сделано вот эта же ткань не эко-кожа поэтому вполне себе неплохо вот кресло соответствует стандарту r4404 сертификацию пройдена соответствует минимальным требованиям безопасности за эти деньги больше естественно вы не будете ожидать не получите соответственно вот но минимальные требования безопасности это уже хорошо на самом деле поэтому если сравнить какими-то ширпотребскими китайским непонятными вообще креслами в разных крупных детских магазинах то лучше такое на самом деле она вполне себе неплохое вот и мое мнение вот сюда идеально вписывается с поговорочка дешево и очень сердито действительно неплохое кресло за свои деньги вот не все могут себе позволить хорошие дорогие кресла поэтому и не все хотят тратить на это много денег думаю что у них супер безопасные автомобили хотя они все они не являются такими вот и не готовы тратить большие суммы денег на кресло поэтому вполне себе годный вариант и по посадке удобно и мы уже мерили детей под голокотники там где надо кстати здесь можно снять материал весь постирать правда нужно стирать место до 30 градусов спинка убирается остается booster тоже как вариант хотя он сейчас особо уже никому не нужен вот поэтому почему бы нет дешево сердито если ищите недорого неплохое кресло обязательно смотрите на эту модельку не без минусов конечно здесь все не идеально пошита где-то что-то так примятенько что-то где-то как-то но давайте сделаем скидку на цену поэтому сами понимаете вот в принципе все что хотел по креслу рассказать я вам рассказал выбор как говорится за вами и если это видео вам было полезно и интересно ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на канал это очень не помогает я для вас больше обзоров и заключение спасибо миру автокресел за то что предоставили на обзор анспейс моделечку интересную а вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора кресло для вашего ребенка и удачи на дорогах до свидания